15 октября Чейль Сонья сойдется в клетке с последним императором в поединке за выход в финал Гран-при Беллатор и шанс выиграть титул в тяжелом весе. Через медиа Эмиль Яненко от Соньяна достается уже сейчас. Кто такой этот заносчивый американец на словах и на деле, разобралась Линта.ру, американский гангстер Соньян парень из Орегона. Его путь к смешанному стилю был незатейлив, в юношестве неплохо выступал в греко-римской борьбе, потом добавил к этой базе бокс и понеслось. Начинал американский гангстер в конце 90-х и до тех пор, пока его имя не появилось в растерии бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC, где его только не носило. В основном, разумеется, это были многочисленные американские промоушены попроще, но был и японский панк-раз и турнир под эгидой Badag Fight, прошедший в Коста-Рике, где судьба свела Соньяна с россиянином Алексеем Олейником. В том бою, к слову, американец оказался сильнее карьера Соньяна в профессиональном ММА – это американские горки. Даже свои провалы он умело обращал в медийные кейсы, дающие ему популярность и по сей день вспомнить хотя бы то, как в один прекрасный день на интервью с телевизионщиками Соньян заявился с бутафорским поясом чемпиона UFC. Ему, естественно, напомнили, что бой с Андерсоном Силвой за титул Соньян проиграл почти в самом конце поединка, сдавшись под натиском «треугольника» бразильца. Но американский гангстер продолжал ломать комедию «Что же, должно быть, произошла путаница с правилами» – альтернативная вселенная имени Соньяна формировалась на ходу. «Я думал, если тебя зажали, ты можешь просто пару раз провести по ноге соперника, и твой партнер по команде выйдет на ринг и поможет тебе, а ведь в тот вечер на UFC 117 все могло пойти по-другому». Соньян уверенно вел бой, но понадетелся на судейское решение он не стал доводить дело до принуждения Силвы к сдаче или нокауту, а лишь выжидал, за что, увы, и поплатился. Джиу-джитсу Силвы оказалась куда более бразильским, чем у Соньяна, и пояс чемпиона UFC в среднем весе ускользнул из его рук. Ближе к триумфу он не был никогда, после поражения выяснилось, что Соньян почти в 17 раз мужикастей любого здорового мужика. Атлетической комиссии штата Калифорния подобные показатели тестостерона в крови у спортсмена, как и его попытки сыграть в дурачка и выдумать терапевтическое исключение, не понравились. Как итог, годовая дисквалификация, свой долгожданный реванш с бразильским мордоворотом Соньян получил на UFC 148 только в 2012 году. На этот раз бой с чемпионом Силвой складывался совсем иначе, Соньян проиграл уже во втором раунде техническим нокаутом. В 2014 году, уже на закате карьеры Соньяна в UFC, выяснилось, что он вновь провалил допинг-тест. На этот раз гангстер собрал целый букет запрещенных субстанций, ему противостояли уже чиновники из штата Невада, Соньян был непривычно открыт и честнен. Ему хватило мужества, с другой стороны, годы лечения тестостероном, вероятно, не могли пройти зря, признать свои ошибки и отринуть всякие попытки оправдаться. Американцы упаяли два года дисквалификации, Соньян времени зря не терял ничего святого, я думаю, для того, чтобы этого не пришлось делать вам. Внимайте, учитесь и слепо следуйте за мной, я покажу вам мир в его истинном свете. Это напоминает пассаж из древнееврейской литературы, а на самом деле это часть описания канала Соньяна на YouTube, который американец открыл в 2015 году, как раз в период дисквалификации. Не стоит думать, что боец переобулся в блогера, дел в плане бизнеса у Соннина всегда хватало, канал, равно, как и социальные сети, стали для Соннина способом оставаться на виду. Он с завидной регулярностью генерирует кислотный контент, обжигающий фанатов спорта и не стесняется пройтись по признанным и якобы непререкаемым авторитетам. Брюс Ли Слабак бросил Соннин в одном из выпусков, который записал, находясь за рулем. Надо признать, параллельно американец высказывает вполне рациональные вещи, отдавая должное легенде боевых искусств за то, как изменился подход к самому выбору техник. Именно Брюс, признает Соннин, научил людей брать из каждого стиля то, что работает, а не зацикливаться на одной школе. И если бы перед этим кумир вашего детства не был растоптан аппетитом Слабак, вы бы наверняка кивали и соглашались с рассудительным Соннином, глумящимся над боевым сектанством 1960-1970-х. К слову, в том же выпуске досталось и Чаку Нарису, Чак никогда не был реальным бойцом. Карате за набор очков не было реальным тогда, оно далеко от жизни и сейчас, уверяет Соннин. В итоге гангстер указывает то место, откуда растут мифы о боевых искусствах – это Лос-Анджелес, Калифорния. По мнению Соннина, этот город кишит выпьендрежниками. В другом выпуске он переходит на святая святых российских бойцов. Самбо сосет, утверждает Соннин. Далее идет тирада о том, что самбо – боевая техника для военных. А военных напоминает Соннин всегда за спиной ракеты. Уважительное отношение российских бойцов к самбо Соннин объясняет простым реверансом в сторону милитаристов. Действительно ли «самбо сосет» Соннин скоро сможет проверить на себе. 13 октября в Нью-Йорке американец поборется с Федором Емельяненко за выход в финал Гран-при, сулящего титул в тяжелом весе Беллатр. В случае успеха Соннин, возможно, сумеет под занавес карьеры завладеть настоящим чемпионским поясом. Кто знает, бой с Емельяненко стрелы в адрес российского бойца Соннин стал метать задолго до того, как стала известна дата их противостояния. И надо отдать должное американцу, он уходит от традиционного трештока, не задевает Емельяненко попусту. Вместо этого Соннин как бы срывает покровы и пытается снять с Федора его имп. В частности, Соннин решил копнуть поглубже и врезаться своей лопатой прямо в корень боевых заслуг будущего оппонента. Выступление Емельяненко под эгидой «Прайд» сейчас японского промоушена уже нет. Есть попытки бывших учредителей восстановить былое могущество через турниры «Райзетайен», но размах и уровень тогдашнего «Прайда», увы, в прошлом. Одной из самых больших звезд, пульсирующих на небосклоне того промоушена, был, несомненно, Емельяненко. За 15 боев один, правда, был признан несостоявшимся, никому в «Прайд» не удавалось отдалить последнего императора. Емельяненко был чемпионом организации с 2003 по 2007 году, изобретательный Соннин нашел этому простое объяснение. В эфире на ESPN он с головой окунулся в теории заговора, бои в «Прайд» были фальшивкой, я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22-х победы без поражения в Японии, а потом не могли никого победить в Америке. У судей там был наушник, им давали указания, они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии. Легендарный реферей Херб Дин в беседе с лентой «Ру» отметил, что бои в ММА действительно можно подстроить. Но Федор дрался, по-настоящему убежден Дин. К тому же, напоминает им это Чиэль, он весельчак. При этом Соннин отдает должное Емельяненко как спортсмену. Американец отмечает силу в руках Федора и его необычную для тяжеловеса скорость. В том, что касается аналитики боев, кстати, Соннин хорош. Недаром в том же Беллатор он выступает и в качестве парня с микрофоном, но ему все равно не дает покоя образ мирного и дружелюбного Емельяненко. Соннин не терпится изобличить россиянина перед людьми и он может показывать свою скромность и набожность, но нужно смотреть правде в глаза, он такой же подонок, как я. Он занимается тем, что избивает людей и выбивает из них дерьмо, поведал Соннин в эфире популярного шоу «ММА Хор». На пути к бою с Федором Соннин разобрался с Квентоном Джексоном, не последним бойцом в организации. Он по-прежнему хорош в борьбе и наверняка сообразит, что именно противопоставить скорости и увесистым кулакам Емельяненко. И почему-то кажется, что американский гангстер готов постоять за каждое слово в адрес последнего императора. Иначе выходит как-то не по-русски. Продолжение следует...